Солнцезащитный крем или спрей или стик. Взять SPF 15, 30 или выбрать максимальные 100. Вопросов действительно много. Подобрать идеальную солнцезащиту для вас и вашей семьи вам точно помогут специалисты аптеки Планета Здоровья. А сегодня познакомимся с основными видами средств, которые защищают нашу кожу от ультрафиолетового излучения. Здравствуйте, Светлана. Я уже поняла, что без защиты от солнца не обойтись. Но, как оказывается, выбрать совсем непросто, ведь средств и видов солнцезащиты очень много. Действительно, в многообразии средств несложно запутаться, особенно когда речь идет о защите нашей кожи от старения, пигментации и тем более от онкологических заболеваний рака кожи. То уж точно хочется надежности, стабильности и эффективности. Бывают разные формы средств. Это может быть спрей, стик, мусс и крем, а также флюид. Я бы в первую очередь выбрала для себя бы спрей. Мне кажется, он очень легок в использовании, и его можно нанести и на лицо, и на тело. На самом деле, действительно, это очень удобно, особенно когда вопрос касается солнцезащиты наших детей. Они ведь такие неугомонные, но если мы говорим о лице, то очень важно, чтобы спрей не попадал на слизистые. А также есть небольшой минус спрей. Мы все-таки не видим, на какие участки тела он действительно попадает, а на какие он все-таки не попал. Давайте выберем еще одно средство. Я бы выбрала для себя стик. Мне кажется, у него очень удобная упаковка, его можно носить с собой, хоть я ими никогда и не пользовалась. Да, действительно, стик. Такая форма очень удобна. Она легко помещается в сумочке, не разливается, не разобьется. Можно брать с собой в дорогу, на прогулку. Но средство достаточно плотное, и все-таки один стик нанести на всю нашу кожу будет не очень удобно. Поэтому все-таки я рекомендую его использовать на отдельные участки, которые чаще всего сгорают. Это, например, спинка носа, уши и даже руки. А как же флюидный крем? Для кого они подходят? В отношении флюида это однозначно средство, которое подойдет для ухода за жирной кожей. Он не оставляет эффекта маски, легко наносится и не будет придавать дополнительного блеска. Но что же касается крема, то это средство, которое точно подойдет для нормальной сухой кожи, оно также будет отлично смягчать, увлажнять, питать и убирать всевозможные шелушения. Таким образом будет обеспечиваться еще и дополнительный уход за кожей. Светлана, а вот тональный крем, это же, по-моему, два в одном, и защищает кожу, и делает ее совершенной. Здорово, если в составе тонального средства будет значение SPF. Однако вспомните, сколько мы наносим крема дневного с SPF, либо тонального на нашу кожу? Ну, буквально одну горошину. А для того, чтобы обеспечить и достичь той нам нужной защиты SPF 30 или 50, которая заявлена на упаковке, нам нужно нанести 1 четвертую чайной ложки. И если мы перенесем это на предмет применения тонального продукта, то это очень много, буквально 5-7 слоев. Согласитесь, это будет не очень удобно, поэтому все-таки нужно использовать отдельный санскрин для защиты от солнца. Для максимальной защиты кожи с пигментацией рекомендую солнцезащитный флюид против пигментации с фактором защиты 50. Легкая текстура подходит для чувствительной кожи всех типов, теми до сокращает пигментные пятна. Спектральная технология фотостабильных фильтров защищает кожу от повреждения ультрафиолетовыми лучами и появления пигментации. Для ежедневной защиты чувствительной и деликатной кожи, а также кожи после косметологических манипуляций, кожи с дерматологическими проблемами и косметическими недостатками рекомендую гидролипидный крем с фактором защиты 50. Легкая текстура является прекрасной основой под макияж. При светлом фототипе, склонности к ритеме и повышенной чувствительности в области глаз рекомендую увлажняющий флюид для лица на водной основе с фактором защиты 50. Особая формула не вызывает раздражения в области глаз. Фотостабильные фильтры предотвращают солнечные ожоги и преждевременное старение кожи. Витамин Е, билуронат натрия и комплекс растительных экстрактов защищает и увлажняет кожу. Итак, давайте окончательно разберемся со значением SPF. Солнцезащитные кремы с SPF 15-20 блокируют до 93% лучей типа В. Они отлично подойдут для зимы, ранней весны и поздней осени, но вот для лета, к сожалению, такого значения SPF будет недостаточно. Солнцезащитные кремы с SPF 30 – это идеальные средства для молодой и возрастной кожи, когда нет розации, проблем пигментации акне. И, кстати, такие средства блокируют до 97% излучения типа В. Солнцезащитные кремы с SPF 50, более плотные по текстуре, они блокируют до 98% излучения типа В. И это такие средства, которые должны быть в вашем уходе, если вы страдаете акне и особенно лечите их ретиноидами, а также если у вас есть пигментация, проблема розация и фотодерматиты. Ну и максимальное значение SPF – это значение 100. Такие средства блокируют до 99% солнечного излучения типа В, и они должны быть обязательно в вашем уходе, если вы столкнулись с проблемой онкологических заболеваний кожи, а также сиборийными кератозами и актиническими кератозами. Надеюсь, теперь ваше лицо и тело будут под надежной защитой санскринов. А также не забывайте, что в защите нуждается и вся ваша семья, особенно дети. Пусть ваша кожа всегда будет здоровой и красивой. До встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok